Как приготовить еду вкусно? Посолить в меру, добавить специи. У каждого повара свой секрет. Кто-то следует старинным проверенным рецептам, другие находят вдохновение в импровизации. Но ключ к успеху для всех один – любовь к своей профессии. Истинный кулинар всегда подходит к плите с хорошим настроением. С улыбкой на лице всегда приступает к готовке Виталий Смирнов. Говорит, это один из самых важных ингредиентов любого блюда. Я все время начинаю готовиться с хорошим настроем, потому что когда настроение плохое, то блюдо получается невкусным, жестким. В блюде по-любому будет что-то не так. А если подойти к нему очень весело, все будет хорошо и блюдо будет идеально. Студенты удивляли мастерством и оригинальностью. Здесь не просто процесс приготовления пищи, а целое гастрономическое путешествие. У каждого блюда необыкновенный аромат, необычная форма подачи и рецептура. Манты Глория, они необычные. Они будут розочкой, творог с малиной и необычный творог с морковкой. Каждый дал волю фантазии. За два часа нужно приготовить два кулинарных шедевра. Одно из творога, другое из овощей. Важно не только оригинально оформить блюдо, но и презентовать его, чтобы непременно вызвать аппетит. Названия у гастрономических творений разнообразные. «Южная ночь», «Клория», «Весенний каприз», «Вкус детства». Алена Рещикова присвоила блюду свое имя. Овощной ассорти от Рещиковой. Туда входят фаршированный помидор, кабачок и баклажан. Фаршированы они пассерованными луком, грибами, помидорами. Сверху добавили тертый. И запекаются в сметану и зубы. Члены жюри оценивают внешний вид повара, организацию рабочего места, соблюдение правил охраны труда, эстетичность оформления и, самое главное, вкус. Конкурс состоит из трех этапов. Теоретическая часть. Ребята отвечали на вопросы теста по тонкостям профессии. Творческая – оформляли плакаты. В стенгазете отразили свои достижения в кулинарном деле. В завершении – практика. Чтобы стать лучшим, необходимо набрать по результатам трех этапов 185 баллов. Но не оценки – главное в конкурсе, а стимул – расти профессионально, отмечают организаторы. Мы хотим, чтобы дети показали любовь к своей профессии выбранной. Чтобы они показали и поняли, в чем уникальность их профессии. И каким образом они могут проявить свою фантазию. Подобный конкурс поваров техникуме пройдет еще и на следующей неделе. В своем мастерстве будут состязаться уже более опытные ребята. Второго года обучения. По результатам двух соревнований жюри определит, кто лучше – первокурсники или студенты со второго курса. Победитель получит силиконовые формы для запекания. Хелена Корнухова, Александр Листопад, информационный канал Севастополя.